Всем привет! Сегодня по гарантии к нам принесли пилу LH1040, но тут сразу видно, что случай будет не гарантийный. Во-первых, отломано, ну как отломано, снято, механических повреждений здесь нет на защите. Но если мы посмотрим сюда, здесь как-то выгнуто, корпус погнутый, диск кривой, то есть, видите, сейчас заходит, и здесь вот такая беда. Предположительно, как я думаю, был распил вот здесь доски, и потом ее вот так кто-то оператора повело, и все погнулось. Сейчас мы через LH1040 включим, намедленную. Диск погнутый. Намудрили тут, конечно, диск не снимается. Мешает вот эта штука. А чтобы ее снять, нужно открутить, вот я один открутил винт, вот этот еще. А сюда ничем не подлезешь. Тут, наверное, надо будет весь двигатель снять. Как оказалось, все просто. Открутили четыре винта, и разобрали вот эту ручку, сняли, вытащили стержень. И двигатель легко снялся. Ну, заранее, конечно, щетки снял. Вот удар на диске. Диск погнут. И еще вот хочу обратить внимание. По этим фланцам понятно, был ли удар или нет. Вот, например, если на этот посмотреть, он нормальный. А этот загнутый. Вот эти вот вмятины, они появляются только если происходит удар диска. Резкая остановка диска обо что-то. Вот эта часть погнута, потому что прорезана. Остальное, вроде, я думаю, вал нормальный. После удара проверяем базу вала. Посадочную, под эти прижимные фланцы, или как их там, пилы. Есть небольшое биение в сотку, но это сама погрешность для этого. То есть вал ровный. База вала ровная. Теперь. Сам крянец такой, по дальнейшему диаметру, с биением. База относительно, да, увеличилась до 4-х суток. А на болт смотришь. Поставили новый фланец. И он нажимает на кнопку. Ну правильно, отходит это. Ты же на плите. Ну что? Ну что? Так, может быть, на сотку меньше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...